Спасибо большое, Алексей Ильич. Еще один вопрос. Теперь уже вот данная тема беседы, пожалуй. Меня давно волнует. Вот и говорите, что... Если лично, то не надо. Если только для всех. Нет, для всех, конечно, да. Что пока у православия есть возможность. Я понимаю, что это ключевое слово, это пока. Ну, видите, Господь, ну, уже он все заранее знал. Да, ну, получается, в чем... Как вот промысел-то в чем здесь? Что такое промысел? Да, да. Ну, что вот вы говорите, православие, вот оно, ну, там ранит, да. Хорошо, хорошо. Спасибо. Вы знаете, очень многие спрашивают, как узнать волю Божию. Промыс Божия – это что такое? Это воля Божия. Промыс Божия – это воля Божия. Господь, какова его воля? Такой его промыс. В чем состоит он, промыс Божий? В чем состоит воля Божия? Прежде хочу сказать, как узнать ее? Промыс Божия – она открыта к каждому из нас. Всем до последнего человека она открыта, если он хочет ее увидеть. Промыс Божий состоит в том, чтобы мы в своей жизни и в любом деле, в любой ситуации поступали по совести и разумно. Если мы будем поступать по совести и разумно, мы будем поступать по воле Божией. Если мы будем поступать не по совести – уже не по воле Божией. Если мы не будем рассуждать, а поступать по влечениям своим, мне хочется, это будет опять не по воле Божьей. Воле Божьей, повторяю, ещё в чём состоит? Вот два критерия, две линии пересекаются. Ни в коем случае поступать не по страстям, а поступать по разуму. Разуму какому? Исходя из действительно евангельских заповедей и по совести. Если мы так будем поступать, и если даже мы ошибёмся, ошибёмся, потому что разум наш, Господи, глупенький наш разум, это же ясно, понятно? И если мы ошибёмся, тогда исправит Господь, видя искренность нашего желания поступить разумно и по совести. Исправит тогда Господь. И в этом будет состоять Его промысл. Вот так.